Добрый вечер. Как вас звать, изведки вы? Юрий Николаев. У меня такой давно хотел дозвониться к Дмитрию. Изменил ли он свою точку зрения? Я пенсионер, добросовестно оплативший 35 лет налоги в казну страны. По Конституции являюсь членом Украины. Только что услышал из уст Дмитрия, что парламент у нас законодательный орган, по которым живет со страна. А ранее, из слов Дмитрия, он предлагал пенсионеру лишить права голоса, голосовать. Так изменил ли он свою точку зрения? И получается, что пенсионерам жить тогда вне законного права Украины? Или как? Я объяснил свою точку зрения. Я не изменил свою точку зрения. И она не совсем такая. Я говорил о том, что лишить права голоса не пенсионеров, а не налогоплательщиков. Это разница есть в этом. Многие пенсионеры работают. Я по-прежнему придерживаюсь такой точки зрения. Только те, кто платит налоги в казну, должны иметь право голоса. Потому что остальных довели до предела, до зубожения. У меня есть такое чудовое украинское слово «зубожение». Оно очень точно отображает суть. Поэтому тех, кого довели до зубожения, их очень легко купить. Их покупают с потрохами. К сожалению, за 300, за 400, за 500 гривен люди идут голосовать хоть за черта в ступе. И это вредит нашей будущей жизни. Поэтому я считаю, что голосовать должны иметь право только налогоплательщики. Независимо от века. Независимо от века и другого статуса. Но что аргумент, что до этого люди все життя платили свои податки в государство? Вася, я еще раз скажу. Я считаю, что сегодня людей довели до нищеты. и потом покупают на жалкие подачи. Я зрозумею. И они идут голосовать за черти кого. Поэтому я бы это отсек.